Итак, всем привет! С вами Дима и сегодня у нас будет обзор вот такой вот подставки под ноутбук. Я её только что купил, принёс домой с магазина. Обошлась она мне 1300 рублей. Если переводить это в доллары, то это 1300, ну примерно 20 долларов США. Здесь нет ни подсветки, ни регулировки мощности кулера. Ничего здесь нет такого. Это очень-очень такая простая подставка, но она мощная, потому что здесь установлен кулер на 200 миллиметров, 20 сантиметров. Это считается очень большим размером кулера. Он здесь один. Подставка рассчитана под ноутбуки до 15,6 дюймов. То есть 17-дюймовый сюда уже ноутбук не поместится. Подставка будет маловато. Вот так вот она выглядит. Вот так вот смотрится ноутбук, когда он установлен на большую подножку. Очень сильный наклон, как вы видите. И сейчас попробую установить его на меньшую подложку. И вот так вот это смотрится, когда он установлен на маленьких ножках. Конечно, так удобнее, но забор воздуха получается у вас меньше, потому что расстояние здесь меньше. Вот. Ну сейчас попробую подключить. Вот я подключил подставку. Она начала работать. И знаете, шумит, тарахтит неприятным. Вот. Есть такой неприятный звук. Но работает. Так, давайте сейчас попробую убрать намбук. Так, ставлю руку. Ну, ощущается, да, ощущается. Воздух холодный, конечно. Не прям так сильно, но все-таки ощущается. Если говорить о эффективности охлаждения по температуре, насколько она градусов может снизить вашу температуру разогрева процессора, например. Вот у меня сейчас максимальная температура 69 градусов на ядрах процессора. Я сейчас монтирую видео в программе Sony Vegas, монтирую видео в Full HD, довольно тяжелое. Вот. И поэтому Proz греется. Но раньше у меня он грелся до 71 градуса максимум. Сейчас 69. То есть разница 2 градуса. Если смотреть на жесткий диск, вот он у меня. 34 градуса. 34-33 градуса. Ну, в принципе, раньше до 40 даже доходило. То есть жесткий диск, он неплохо охлаждает. Вот. И что еще? Сама материнка 66 градусов. Ну, примерно так и было. То есть, если она охлаждает, то немного. Вот жесткий диск. Единственное, что прям хорошо охлаждает. Раньше до 40 доходило, сейчас 33. Процессор не сильно, на 2 градуса всего. Ну, и материнка, я не помню, там, сколько у меня было даже. Ну, может, тоже на градус, на 2. То есть, вот такие вот показатели. Эти штуки хорошо, в принципе, фиксируют. Ноутбук не соскальзывает. Так что... Ну, можно рекомендовать. Это не сильно дорого, потому что есть там модели Zalman. Они по 2500, то есть дороже в 2 раза. При этом практически не отличаются. Ну, если вас не пугает такой вот звук, то берите. Я ее, в принципе, буду, наверное, использовать только тогда, когда ноутбук загружен на максимальную... Максимальную мощность ее используют, когда монтирую видео. А так, в принципе, ее можно даже и не включать, когда там в интернете сидишь. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.